И всем привет, ребят, с вами Сарбанька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Как вы видите, я нахожусь на своем очень старом аккаунте, это аккаунт Чиппердейла, это, кто не знает, аккаунт с Хорната шафтом и аккаунт, на котором больше, по сути, нету никаких других вооружений. Относительно недавно я выпустил видеоролик с тестом ВАЗ по шафта, комплекта, и не совсем однозначно получилось реализовать ту идею, не совсем получилось грамотно отыграть на шафте, плюс был шафт без никаких устройств, и мне в голову пришла идея вспомнить в очередной раз про этот замечательный аккаунт, И для кого-то, возможно, впервые даже его показать, посмотреть, что у нас может получиться, протестировать целых два устройства, которые есть на этом аккаунте, Хорната шафт здесь фуловый МК-8, при этом есть дрон-защитник, который, конечно, не фуловый, но качан на 14 шагов, ну и постараться максимально грамотно и качественно реализовать это вооружение. Тестануть режим серийного огня, это triple shot шафт, и здесь есть еще второе устройство, короткополосный эмиттер, поэтому давайте приступать, давайте пикаться, ну и, конечно же, если вам интересны обзоры, тесты вооружений, не забывайте поддерживать видеоролик лайком. Что касаемо режимов, то я думаю, что на тройном шафте очень сильно актуально будет играть на маленьких картах, в всяких CTF, регби, точках, и стараться наносить как можно больше урона, поэтому запикаемся в CTF, посмотрим, что нам вообще игра предложит, надеюсь, не что-то большое. И рассмотрим этого шафта, говорят, что перезарядка у triple shot стала очень и очень большая, но в связи с тем, что я не катал на нем, я, наверное, особо и не знаю, как это все дело работает, Поэтому будем сейчас все смотреть вместе с вами. Запикивать на QAL, но уже ведем 1-0, хороший старт, плюс по званиям я смотрю, что здесь играют, но, откровенно говоря, не очень сильные игроки. И 800 стычки по 1200 накидывает, окей. У нас в пуле есть 4 таких выстрела, я думаю, что особо даже не стоит торопиться прям моментально наносить все выстрелы, как это делал я раньше. Ну и что касаемо перезарядки, если честно, я бы не сказал бы, что она прям максимально долгая, а также на расстоянии вы видите, что урон тоже хороший вылетает. Ну и быстро, если кого-то сбрить надо, то можно быстро его уничтожить. Так, не надо, пожалуйста, мне мешать здесь. Мне, конечно, было бы интересно, если бы меня запикало бы к легендам, а не вот к таким званиям. На таких званиях, мне кажется, ну здесь вообще не будет никаких проблем по реализации, да. И вот за 3000 я нанес 2400 урона. Перезарядка, ну я бы, наверное, не сказал, что очень долгая, да. Урон не такой большой, не такой большой, да. Можно точно сказать, что он не такой большой. И в моменте его, например, может не хватить, потому что, ну если, например, будет тяжелый танк под 3500-4000 хп, с овером, конечно, я его, наверное, заберу, но если у меня, например, овердрайва не будет, то я не знаю, мне кажется, урончика мне может и не хватить. Поэтому тут такое, спорное, спорное. Ну, понятное дело, что против таких званий тут на чем играй, не играй, все равно у тебя все будет получаться и никаких проблем не будет. Но, если рассмотреть игру против более жесткого противника, то, наверное, проблем он сможет доставить. А так, конечно, устройство, что по сводочке у нас, например, по сводочке. Ну, если фулл баллона 5000 дал, то, значит, 2500 по ДАшному танку. Плюс нужно не забывать, что у меня здесь не фуловый дрон, соответственно, моя ДДшка это не Х2 и броня тоже не Х2. Ну, броня еще ладно, а вот то, что урон у меня не максимальный. Это в моменте каком-то может очень и очень плачевно сказаться. Ну, пока вроде как работает все хорошо. Особенно, как я уже сказал, против таких званий. Но я думаю, что нам стоит сейчас быстро закончить эту катку и уже пикнуть куда-то в более серьезный бой. Посмотреть, что у нас будет там получаться. Потому что здесь, наверное, все понятно. Здесь все понятно. ЦТФочку, может быть, еще одну оформим. Посмотрим. Посмотрим, что будет в еще одной ЦТФочке. Можно было бы, конечно, и в регби пикнуть, и в ЦП. Ну, в ЦП, наверное, будет самое простое реализовать такое вооружение. ЦТФ в регби потяжелее. Давайте ЦТФочку посмотрим. Я хочу против легенд именно, чтобы запикало. Чтобы была прям какая-то такая потнилова конкретная. Но нас запикивает против наших же званий. Давайте я тогда, наверное, перепикну. Не очень люблю я этим заниматься, но я хочу против легенд. Вот у нас был какой-то потняк. И вот уже на потнячке посмотреть, как все дело будет работать. У меня какая-то крит ошибочка. Давайте я попробую быстро обновиться. С браузера мне более удобно на таких аккаунтах играть. Ну и смотрим, что у нас сейчас будет, например, в регби. Не знаю, почему меня с генерал-майора бросает постоянно вниз. Например, если я играю с своего бездана атака, да, на страйкере, на дикострайкере, да, то на нем очень и очень часто бросает наверх и к легендам. И, ну, такие хорошие плотные бои получаются. Здесь как-то к малечкам подкидывает. Конечно, с одной стороны это очень круто, да, но если я уж хочу протестировать свое вооружение на все 100%, то, наверное, мне стоит сыграть уже против тех званий, которые будут давать достойное сопротивление и стараться меня уносить. Но регби почему-то не бросает. 50 секунд уже ищет бой. Возможно, ищет бой именно против легендочек. Просто я хотел бы сыграть сначала на трипл-шоте, да, например, полбоя, да, и потом уже взять короткополосный эмиттер. Когда-то это устройство было очень и очень актуально. Стычик хорошо урон наносил, и плюс сводка была очень большая, крутая. Поэтому интересно было бы посмотреть. О, есть у нас катка. Ну, хотя бы хоть какие-то полулегенды есть в бою. Я, конечно же, по привычке опять неправильно расходку нажимаю. Начинаю с ДАшки. Ну, ладно, смотрим. Смотрим, что у нас здесь будет получаться. Тиммейты уже начинают увоз. Мне очень сильно нравится то, что теперь с расстояния урон хороший залетает. С любого устройства, да, и, ну, вообще, в принципе, с шафта, да. То есть, вот видите, с такого расстояния у нас максималка залетает. Даже с такого, видите. Раньше такое было невозможно для шафта. А сейчас даже с такого большого расстояния урон летит максимальный. И, ну, конечно же, это в моменте может очень и очень сильно зарешать. Первую доставочку мы оформляем. У нас всё, наверное, складывается очень и очень хорошо. Я записываю видос в первой половине дня. И, наверное, с этим связано то, что не совсем серьёзные противники встречаются у нас в боях. Видите? Очень большое количество слабых игроков. И тех игроков, которые, ну, наверное, не могут составить какую-то большую конкуренцию. Поэтому всё получается очень легко. Но вот, например, для Хорли Шафта, да, всё равно я бы сказал, что вот это устройство намного-намного актуальнее. Потому что ты очень часто едешь вперёд, едешь в ближний бой. И у тебя нету больших возможностей сводиться по оппоненту, да. То есть ты в постоянном контакте. А если ты в контакте и ты, ну, не какой-то там сверхжёсткий шафтовод, который умеет грамотно сводиться. Ну, например, как я, да. Который с шафтом не сказать, что очень сильно дружит. То вот такое устройство это идеальный вариант. То есть ты просто едешь и играешь, по сути, не шафтом, а полной аркадой, да. То есть тебе не нужно вообще сводиться. И ты на этой аркаде набиваешь свои очки. Плюс ты имеешь хороший корпус, который может в моменте накидать большой дэмэдж по оппоненту. Ну и плюс нанести пробитие и дать тебе критический урон, да. То есть все эти компоненты с Хорьком работают очень и очень эффективно. Когда-то, конечно, это устройство было ещё жёстче. Но всего шафта уже после тех времён нерфили. А сейчас, наоборот, ну, можно так сказать, приблизили к неплохому балансу. И как я для себя вижу, ну, если вот с такого большого, огромнейшего расстояния я могу наносить максимальный урон стычки, это очень и очень хороший буст, который в дальнейшем окупается доставками, большим количеством киллов, опыта, ну и, конечно же, кристаллов. 5-0 ведём мы. 5-0 ведём мы. Это очередная очень лёгкая каточка. И я даже не знаю, что вам сказать по этому поводу. Да, здесь, ну, не заслуга шафта, по сути, да. Здесь мало что зависит от меня. Потому что противник очень и очень слабый. И в моменте просто, ну, залетают те самые тычки, которые нужны, чтобы доставлять флаги, мечи и всё. Да, то есть, не делаю ничего сверхъестественного. Просто аркадная пушка, которая наносит хороший урон. При этом резистов от шафта вы видите, что в матчмейкинге сейчас у нас нету. Ну, и это, конечно, огромнейший-огромнейший плюс для такого шафтецкого. Вот так, попробуем сейчас слить вот этого молодого человека. Ну, вот видите, да, тяжёлый корпус. И уже мне выстрелов не хватает. Уже довольно тяжело его унести. Но если это будет, например, средний танк, либо это будет лёгкий танк, то на него мне точно хватит. Ну, если бы у меня, например, был бы тот же бустер, то я думаю, что тоже урончик был бы поприятнее. Возможно, даже тяжёлый танк бы я бы сносил. Ну, а так пока что такая вот ситуация. Ну, доставочку мы сейчас можем оформить. Шестого флага. Ой, меча. Ну, и это похоже на победку. Это похоже на победку. Это похоже на победку. Я не играл на этом аккаунте, наверное, уже больше года. Если мне память не изменяет. Но давно я на него не заходил. Последний раз, вот когда я записывал на нём видос, когда он у нас был на канале, это и был, наверное, полноценный заход на него. Ну, это очередная хорошая каточка. Очередная победка. Ну, и мне, наверное, хотелось бы всё-таки сыграть ещё один бой. И тестануть ещё короткополосный эмиттер. Потому что, как работает это устройство здесь понятно. И на ближней бойке всё очень и очень эффективно. А вот что будет, например, в ТДМ-очке с короткополосным эмиттером, где надо будет посводиться и повносить противника, тут я уже не знаю. Я уже не знаю. Может быть, не всё будет так однозначно. И не всё будет так получаться суперски. Но давайте попробуем. Давайте попробуем, посмотрим. Если сейчас залетит всё так же круто, ну, тогда я, наверное, смогу сказать, что шафт в полном порядке. Ну, нас кидает опять к своим званиям. Нас не кидает к легендам. Ну, наверное, я уже перепикивать не буду, как. Давайте просто подамажу и посмотрю, что там вообще по урону вылетает. Гэски довольно слабые. О, голд. На аккаунте-то, наверное, пойдёт, если я возьму. Золотой ящичек. Ух, ничего себе! Ничего себе! Тыщу здесь даёт? Короткополосный эмиттер даёт по тысяче стычки. Это, мне кажется, очень хороший урон. Или мы всё-таки не будем катать? Нет, давайте мы всё-таки перепикиваем. Давайте перепикиваем. Тыщу урона стычки. Тыщу урона стычки. Так, ну, давайте вот контроль точек. И сейчас против легенд. Таких потных легенд. Прямо жёстких легенд запикает. Если запикает, будет супер. Если запикает, будет прям вообще бомба. Ждём, смотрим. По ощущениям, начатая катка. Не нулячая. Да. И звания. Ой, какие тут звания? Ай, нет. Какие тут легенды? Ну, немножко не знаю. Не попал я, наверное, в временной отрезок. Так, 3500 по резику. Хорошо. И тут ещё с добавки стычек. Добивать можно оппонента. Ну, прикольно. 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 Я бы сказал, что это устройство смотрится поинтереснее, чем шафт, например, без реза. 5000 урона по оппоненту. Не знаю, был он с ДАшкой или без. Полторушка скрита. Ещё полторушка на добавке. Ещё 1000 на добавке. И 900 урона. Ну, хороший урон. Хороший. Хороший. Хороший в моменте, конечно. Очень приятно видеть такие большие цифры. Ну, и то, как этот короткополосный эмиттер может вот так вот с аркадой наносить урон. Меня даже, я бы сказал, наверное, поражает эти цифры. Хорошие такие. Хорошие, плотные циферки. И тут со сводочки сразу бах туда ему троечку красивую. Круто. Круто. Очень круто. Очень хороший урон. Очень хороший урончик. Полторушку ещё сверху накидал. Добавил. Так. И ещё полтора лика. Ну, нормально, нормально, нормально. 95% овердрайва. Сейчас можно будет с овером запушить респ. И просто с аркадой чуть покидать. Если с аркадой хороший урончик полихит, то будет вообще просто великолепно. Давайте вот так вот, наверное, нажмём. А, у него иммунитет от пробития. Ладно, хорошо. Ещё с аркадочки. Ещё с аркадочки. Так, ну это можно быстро и сводочку оформить. Контентовую. Бах. Туда ему 3600. В кабиночку. Хорошо. Пол баллона только свил на сводку. Сейчас на аркаде быстро накидаю урон. И потом ещё одну сводку на добавку. Будет супер, наверное, не? А, у меня расходка отключили. Ну, сводку не успел. Чуть-чуть. Ну, пока... Очень достойно. Очень достойно, да. Ну, несмотря, конечно, на то, что я играю против не самых жёстких противников. Ну, аркадные выстрелы. И та сводка, которая даёт по чуть ли не 2500 по резистному танку. Ну, это жёстко. Да, 2600 вот сейчас по ДАшному танку залетело. Это ещё не с фулл баллона. Вы видите, что у меня ещё баллон остался. И сразу же можно оформить ещё одну сводочку. Примерно такую же. Бах. Туда. 5600. Красивых. Не? Как вам? Как вы смотрите на этот счёт? А то очень многие меня захейтили за мою игру на шафте. Сказали, что я вообще валенок, который не представляет игру на шафте и не понимает, что с ним делать. Ну, наверное... 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 Наверное, чуть не пошло. Так, ну, пока здесь вообще всё чётко. Очень чётко, очень жёстко. Добавочка на урончик. Добавочка ещё. Хорошо. Можно ещё с овердрайву дать. Ваншот, конечно, не залетел. Если бы ещё был ваншот, был вообще великолепно. Так, ну, и ещё... 1400. Офигеть! С такого расстояния! С такого расстояния 1400 залетает! Я просто в шоке. Это очень больно. Это очень жёстко. Так. Овердрайв, конечно же, прожал. Не успел я дать пичку. Сразу прицел улетел наверх. Ну, и понятное дело, что там корпус мой находился не в самом лучшем положении. И надо было либо бы очень быстро наносить урон и сразу сливать, либо хорошую тычку выдавать. Ну, либо мне просто сбили прицел и я уехал. Но по урону... Мне кажется, что вот это устройство смотрится поинтереснее, чем... Чем трипл-шот. Чем трипл-шот. Здесь прям, если ты даёшь сводку, то она, во-первых, очень плотная. Во-вторых, с аркадного режима ты наносишь примерно такой же урон. Но ты можешь выдать этих аркадных выстрелов, хоть и с чуть большей перезарядкой, но намного и намного больше. Видите, у меня постоянный фулл баллон, но при этом с аркады я даю почти тысячу урона. То есть, условно, у меня гром, который может ещё сводиться, от которого, во-первых, нет резиста. Во-вторых, ты наносишь ещё больше урона. И в сумме ты имеешь, ну, вот такую вот интересную комбиночку. Главное, конечно, долго не сводиться. А то иначе в очередной раз ты просто теряешь очень много времени и при этом не наносишь урон по противнику. Было бы неплохо, наверное, сейчас ещё точки законтролить. Ну и самый жёсткий буст, самый жёсткий буст, это то, что вот с такого расстояния ты наносишь, во-первых, максимальный урон. А с грома, гаусса, с этих пушек сейчас ты уже максималку не наносишь на таком расстоянии. Потому что по пикселе дальность. И ещё, видите, криты залетают периодически. Ну, очень, очень жёстко. Как по мне, как по мне, очень и очень жёстко. Судить, конечно, вам, но у меня уже 23 килла. И главная цель, наверное, давайте пусть будет в этом бою, это победа, конечно же. Конечно же, победа. Поэтому, если что, я в моменте постараюсь. Постараюсь. Ну вот, видите, что происходит с гауссом, да? Три выстрела под овердрайвом. Тип уезжает, полторушки ему в харю насыпает. Даже он там с аптекой был. Ещё полторушка в голову. Ну, очень больно. По ДАшным танкам, ну, просто великолепно улетают они. И я думаю, что даже вот противник, который встречается против такого шафта, он, ну, я бы, наверное, сказал, не особо готов к тому, что вот такой урон может залетать. А, я понял, я в дом выстрелил. Чем-то тут такая широкая. Широкая стена. Так, шафт даёт урон. Уходит. Сейв, потому что сводку он выдать не может. Сейчас откроется. Я ему хорошие 3200 оформляю. Супер, бомбочка. Так, ну и теперь давайте контроль точек. Давайте контроль точек оформлять. Чтобы выигрывать эту катку. Чтобы её выигрывать 6 минут до конца. По сути, вообще здесь можно сделать досрочку, если законтролить сейчас все точки. Противник не умеет делититься, походу. Лежит очень долго в минусе. Хотя у нас сейчас в игре даже есть в настройках автоделит. И у Грека делита нету. Прикольно. Прикольно. А, ну вот, делится. Наверное, не хотел терять очки. Но пришлось. 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 Прожмём овердрайв. Чтобы Викинг, если даже и прожал бы, то его овердрайв особо сильно не сработал. Ну и по сути, здесь овер стоит прожимать сразу. То есть, здесь не надо искать какой-то супер-мега-крутой тайминг на прожатие овердрайва. Ты не дашь супер-большое количество киллов. Тебе просто надо выдать хорошую домашку. Домашку в тайминг. Быстро сбил овер. Копишь следующий. Опять так же самопрожимаешь. Опять наносишь хороший урон. Опять добавляешь. И вот так вот всё по кругу. Да, ноль урона до сих пор. Типа заехал на центр карты. И по нему ноль урона. Нормально? Прикольно. Резистов у меня, кстати, тоже два на этом аккаунте. Только всего лишь. Я думаю, что надо будет... Здесь тоже постараться три реза купить. Надо будет докачать защитника. Чтобы у меня здесь... Хотя бы в боях была бы максимальная ДД-шка с бронёй. Ну, либо вообще вкачать брута. Ну, наверное, тут и так уже хорошо откачан защитник. Поэтому нет смысла качать брута. Лучше уже докачать его. И чтобы было всё чётко. Ну и вообще напишите, друзья. Хотели бы вы видеть видеоролики по этому аккаунту? Да, если... Если вам интересен этот аккаунт, то, возможно, мы будем снимать больше по нему видосов. Потому что он валяется, пылится. А аккаунт... Исключительно на Хоре Шафте. Исключительно. Вот как у меня сейчас, например, Дика Страйкер есть. Так же самое этот аккаунт. Пори Шафт. Это, по сути, единственный аккаунт, на котором есть Шафт, не считая спец Аки. Да? Поэтому, если вам интересен... Интересная эта пушка, если вы хотели бы, чтобы я записывал по ней видосы, то пишите в комментариях, поддерживайте видос лайком. Условную 150-очку набираем, и... Аккаунт появляется. Аккаунт появляется. Поэтому все в ваших руках. К сожалению, мы, конечно, сливать начинаем. Это не есть хорошо. Ой, ну это я... Это читаемо, если честно было. Как сказал бы один. Один игрок. Замечательный. Если он, конечно же... Понял, к кому я обращаюсь. Так, 3 минутки до конца. 38 киллов. Очень хорошо. По киллам идет. Очень хорошо идет по киллам. Но... Нехорошо по точкам. Мы сливаем. Харри страйкер сводится. Еще и Гаус сводится. Гаус с отключением расходки. Ну, тайминг я выиграл. Расходочку плюсанул для себя. Но нас забирают еще и базовую точку. Надеюсь, что сейчас тиммейты начнут контроль точек. Это что такое, а? Кому ты сводишься, молодой? Кому ты сводишься? Так, 3 точки под контролем. Дэшечка на нуле. Дэшечку сейчас скорее всего заберет противник. Но вот если мы будем контролить централочку... Мне надо вот этого Гаусса слить. Обязательно. Он очень больно дает урон. Хороший. Так, ну и сейчас мы можем еще Харри страйкера, если что, слить. По Шурику. Крит бы выдал. Было бы вообще супер. Так, и Мамонта Шаб закроется, да? Ну, конечно, открытый уже играть не будет. Наносим по Гауссу. Точку чуть придержал. Но мы уезжаем. Мы уезжаем. Мы уезжаем. Противник захватывает еще одну. И плюс может захватить нашу базовую. Но это я, конечно, давать не хочу ни при каком раскладе. Поэтому эту мы оставляем нашим тиммейтам. А сами давим в центр. Потому что полторы минуты. У противника четыре точки отрыва. Отрыв небольшой, если мы законтролим точки. Пориша вжимает овер. У меня сейчас тоже еще под конец будет овердрайв. Который было бы неплохо грамотно реализовать. Так. В ближнем бою переигрывают. Так. Здесь было бы неплохо, конечно, стрелять сначала по Гауссу, который сводится. Потому что он очень жесткий. И три точки в очередной раз противник отхватывает. Он стоит в шафт перед точкой слева. Но он ее не забирает. Это что за гений? Объясните мне, пожалуйста. Таких редко игроков я встречаю. В матчмейкинге. Но вы видите, да? Что он делает? Что демонстрирует данный замечательный человек? Меня сливают. Точку он начинает захватывать. Вообще левую. Да. Он захватил ее. 40 секунд до конца. Противник отхватывает правую точку. Старается отхватить еще базовую. Но базовую мы точно придерживаем. Так. И 30 секунд. Нам бы забрать одну. Забрать одну и это центральное. Еще бы что-то накидать. Постараться. Быстренько. Хорошо. Мамонта респим. Но хватит ли мне этой точки? У нас еще какой-то отхват. Блин. Если бы сейчас захватил бы. Может быть и успели бы. Две точки, да. Но мы, к сожалению, проигрываем. Проигрываем в близком бою. Ну, шахт. Шахт. Мое почтение. Шахт. Вот это, я понимаю, уже хороший шахтецкий. На котором приятно играть. И который показывает очень и очень хороший результат. Так. Задамки я никакие, к сожалению, не выполнил. Но я, в принципе, гонялся не за ними. Поэтому, что я вам могу сказать. Короткополосный эмиттер выглядит очень интересно. Шахт с тройным выстрелом. В секунду может нанести очень хороший урон. И зарешать. Ну, например, если вам надо быстро убить там какого-нибудь харька-викинга. Но затем у него довольно долгая перезарядка. Плюс в сводке он не наносит супер большой урон. Соответственно, если бы я выбирал бы между этими двумя устройствами, то я бы точно остановился на короткополосном эмиттере. Ну, и он с аркадного режима наносит по тысяче практически урона. Плюс это не докачанный дрон. И это не бустер. То есть, если бы это был бустер и докачанный дрон, то там были бы еще приятнее цифры. И порой бы они могли бы... Ну, даже не порой. Они бы наносили бы урон больше, чем гром, гаусс. Да. И это очень и очень жестко. И плюс нужно не забывать, что у тебя есть еще и сводка. Которую ты можешь тоже дать очень плотную. А потом с аркады нанесить еще дополнительный урон. То есть, в общем и целом, это очень крутая и жесткая пушка с разной реализацией. Пишите, что вы думаете по поводу этого... По поводу этой пушки, по поводу устройств. Что вы думаете вообще по шафту? Интересно ли вам эта пушка? Интересен ли вам этот аккаунт? Мы, конечно же, узнаем по лайкам, по комментам. Стоит ли еще записывать видосы по нему. Ну и, конечно же, друзья, не забывайте подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.